Ох уж эти русские любители музыки! У нас вообще в стране как-то не особо заладилось с тем, чтобы рассказывать людям о музыке. У нас нет до сих пор нормальной музыкальной критики, а какие-то единственные подвижки в том, чтобы нормально оповестить людей о современной западной музыке. Можно увидеть у каких-нибудь афиши видео, и сейчас очень много развивается всяких мелких хип-хоп журнальчиков в сообществ, но рассказывают они исключительно про хип-хоп, и таким образом очень много западных артисток так и остаются в тени. Ну как в тени, они собирают миллионы, десятки миллионов просмотров и слушателей на Западе, но при этом наши их не знают. И это сейчас так, а прикиньте, что было в 90-х, 80-х, а до этого вообще, как понимаете, в Советском Союзе тоже не особо пытались музыку популяризировать. Она из американских так называемых рок-групп, название которой переводится как «Черный шабаш». В общем, огромное количество западных гениев русским слушателям неизвестны, и не потому, что они не дотягивают уровнем, а просто потому, что никто не соизволил про них рассказать. Сегодня я попытаюсь закрыть маленькую-маленькую часть этих брешей. Здрасте, вы наказали Сейна. И это 5 гениев, которых почему-то не знают в России. Для всех слабоумных поясняю, гений это не объективное суждение, и типа у них нет там грамоты заслуженного гения или типа того. Это, ну, слово просто, блять, отъебитесь. Первый в этом списке Леонард Коэн. Вы точно слышали его песни, но, скорее всего, не в его исполнении. Это тот самый, который написал... Он, Барт, автор песен, и поэт, батя всей бардовой музыки. Если вы слушали какого угодно исполнителя с аккомпанементом акустической гитары, то он точно, так или иначе, обязан тем, что он сейчас делает Леонарду Коэну. Коэн был внесен в американский зал славы рок-н-ролла в знак вхождения в высший эшелон наиболее влиятельных музыкантов своей эпохи. И это тот случай, когда музыка переживает и перерастает самого артиста. Песни Коэна исполняются на самых разных языках, на всех континентах. Они очень много раз переводились, адаптировались, переделывались. Число каверов просто не сочетать. И отдельно от себя порекомендую перевод и перепевку песни «Манхэттен Берлин» от моего любимого Василия Ка. Днеочередная рубрика «Чобля». Во втором сезоне сериала «Настоящий детектив» во вступительной заставке играет песня Леонарда Коэна «Невермайн». Чобля. Пелевин использовал строчки Коэна для своих эпиграфов. Чобля. По поводу вклада Леонарда Коэна в одной из самых известных песен «Нирваны» и «Пенеро ЛТ» упоминается Леонард Коэн. Чобля. В интервью «The Guardian» принц Чарльз признался, что он фанат музыки Коэна. Чобля. Если некоторые другие исполнители из этого списка будут представлены именно как хорошие музыканты, то с Коэном немножко не так. Коэн – легенда, Коэн – классика, Коэн – батя. Коэна не столько нужно слушать, сколько уважать. С ним нужно быть знакомым. Так что вот возьмите и перейдите и послушайте Коэна. Что конкретно, сейчас назову три песни и также под этим роликом будет ссылка на плейлист со всеми песнями, что я рекомендую в этом ролике. Да-да, заранее пожалуйста. Рекомендую я песни «Avalance», «Famous Blue Raincoat» и «Suzanne». Все три – это классика Коэна, также музыкальная классика на все времена. Это вот песни, которые были до вас, есть сейчас и будут после вас. Просто ммм. Следующий гений из другой эпохи и другого жанра, вернее будет даже сказать «Гении». Это два парня, которые вместе составляют группу «Этмосфия». Легенды американского андеграундного хип-хопа. Классическая группа для этого жанра. И это андеграунд не как Паша Техник, когда это какая-то непонятная херня и ее не слушают просто потому, что это, блядь, не слушабельно. Здесь же это андеграунд, потому что они не хотят становиться массовой музыкой. Они узкий субкультурный коллективчик. Более того, они так и не подписались ни на какой лейбл. У них своя площадка, и они сами занимаются собственным продюсированием. В общем, ребята, трушные до нельзя. Классическая, размеренная, читочка, под спокойные бетосики. Это не ваш сраный нью-скул. Это настоящее звучание хопчика. Отличительным же фактом является безумная литературность музыки. Таких топовых текстов вы мало где найдете. Но я думаю, что этот альбом очень хорош. Я люблю каждый минут. Уровень стритейлинга просто 10 гуфов из 10. И что еще интереснее, там есть сложные английские рифмы. Вообще, если вы когда-нибудь так задумывались над языком в таком ключе, то могли заметить, что в английском языке чуть ли не все слова рифмуются. И поэтому очень многие артисты, они брезгуют какой-то интересной рифмовкой, потому что в любом случае язык звучит музыкальней, чем многие другие. Этмосфия не ищет легких путей, рифмы там просто как по учебнику. Кто, интересно, мог бы такой учебник написать? Пишите свои варианты в комментарии. От себя я порекомендую God Loves Ugly. Это один из классических треков Этмосфия. Довольно старый, и там прям такое очень алдушное гаражное звучание. Потом Bitter это из нового альбома, и вот это вот для тех, кто любит посвежее. И Trying to find a balance это моя любимая песня. Она и текст, вам очень советую либо на слух попробовать понять, там не такой сложный английский, либо перевести. В общем, это превосходно от именно использования конкретных слов, которые они находят, вот именно знания языка на таком уровне, до в общем смысловой нагрузки и того месседжа, который они толкают. Это не похоже ни на что иное. Это не простая черно-белая эстрада. Это сложные смыслы. Приятного аппетита. Следующий гений это ирландский коллективчик Cranberries. Да, те самые, которые зомби. Субтитры создавал DimaTorzok И я уже чувствую, как вы нашли повод доебаться до меня в комментах. Так эту песню, блять, ну все знают, ну все же ее знают. Но в этом и беда. Только эту песню и знают. А Cranberries отнюдь не коллектив одной песни. У них огромное количество крутейших работ. Это именно тот коллектив, который вот находишь на какой-нибудь площадке, там в Буме, Apple Music, Яндекс.Музыке, и там есть вкладка «Самые лучшие песни», которую если открыть до конца, то она откроет просто все их песни и можно как бы слушать их подряд. И Cranberries именно та группа, которую можно слушать вот так за поем. Просто включаете, вот пропускаете самую первую зомби, потому что вы уже, скорее всего, не можете ее слышать. И начиная со второй, слушаете все подряд, они все охуенные. Это безумно качественная музыка, и на Западе их оценили по достоинству, собственно, их солистка скончалась вроде в прошлом году или пару лет назад, и ровно до этого момента их слушали, любили, ходили на их концерты, а в России знают только зомби. Очень жаль, давайте исправлять эту ситуацию. Кстати, внезапная рубрика Чобля. Одна из самых популярных песен Нойза МС «Вселенная бесконечна» весь минус там состоит из насамплированной песни Cranberries. А самые трушные фанаты Нойза могут помнить песню «Я не сказочник, а не фантаз» какого-то баттла 2007 года. Она тоже целиком насамплирована из песни Cranberries, и более того, Нойз вставляет там целые куски текста оригинальной песни и рифмует на них, как бы сделав такой фит без спроса у автора оригинала. И если раньше он фитовал с Cranberries без спроса Cranberries, то потом он написал одну из, по его словам, лучших песен своей жизни и Ордан, где тоже он фитует женщиной с сильным голосом. Ни на что не намекаю. Чё, бля? Как я уже говорил, Cranberries можно слушать просто первые попавшиеся, но лично я рекомендую Just My Imagination, You and Me и Savation. Savation, одна из моих любимых песен вообще. Вот. Шикарно, просто шикарно. Дальше пойдут артисты, про которых мне будут в комментариях писать «Ой, да разве они гении, блядь? Ну если они гении, то Яникс тоже Сократ, конечно, да? Мне похуй. Стормзи». Да, это рэпер, да, он современный и да, это Грайм. В нашей стране про Грайм узнали тогда, когда о нем начал говорить Оксимирона. Все узнали про Оксимирона. Однако во всем остальном мире про него знают уже очень давно. У него есть классики, устоявшиеся артисты и новые звезды. Я не знаю, к кому из них отнести Стормзи, наверное, уже к экрану классиков. Его смело можно ставить на один уровень со Скептой и Уайли, однако по музыке там каких-то кардинальных различий нет. Но вот клипы, боже мой! В принципе, такого вайба от видео я никогда еще не наблюдал. Я порекомендую в этом ролике песни, но отдельно я рекомендую вот эти вот клипы. Название видите? Оставлю на них тоже ссылки в описании. Просто посмотрите, даже если вам не нравится такая музыка, вы должны видеть, как просто люди уже умеют создавать. Возможно, однажды и в нашей стране научатся делать настолько крутые видеоработы. От себя порекомендую песни First Things First От себя же порекомендую песни First Things First Shut Up От себя же порекомендую песни First Things First Shut Up и Big For Your Boots Очень советую все три все три крутые опять же еще и клипы бездатый артист для тех, кто любит рыбачок получайте мой совет. И последний в нашем списке, а по совместительству самый непопулярный из тех, кого я сегодня называю, это группа Клауфингер. Они не особо-то признаны и по всему миру, однако у них есть забавный титул лучший шведский хэви-метал дебют за всю историю шведской музыки. Вообще, Швеция, кроме Икеи и уровня жизни вроде ничем неизвестна, и че там музыку-то делать, да, и так все хорошо, правильно? Но вот, несмотря на это, появился коллективчик, который безумно органично сочетал в себе металл, притом такой, знаете, тяжелый, как у Пантеры или Рамштайна, с такими медленными, но очень мощными маршевыми рифами, и при этом речитатив. Не знаю, как вы, я вот болею совмещением металла и речитатива, и каждый раз мне жутко интересно наблюдать за тем, как люди это сочетают. Если вы тем же самым интересуетесь, могу посоветовать вам группу Rage Against the Machine, но и Rage Against the Machine и Клау Фингер, они существовали вот в своем таком узком стильке, и развивали его, безусловно, но не особо сильно, и после себя не оставили никаких продолжателей своего дела. Однако, помимо этого симбиоза внутри себя, они интересны еще и разными находками в песнях, и здесь легче вам их послушать, чем мне все это описывать. От себя порекомендую песни Do What I Say, Nothing's Going On и Nobody Knows. Все три тяжелые, мощные, энергичные, с крутой читочкой Е, Йоу, рок, рэп. Все. А сейчас на своих экранах вы видите список лучших людей на планете, а как все знают, это именно те люди, кто поддерживает меня на Патреоне, собственно. Если вы хотите в этот список, то ссылка в описании, а еще я там буду вот эти вот охуенные футболки разыгрывать. Продавать я их в ближайшее время точно не буду, это вот меня несколько раз спрашивали. Нет, 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 я не хочу иметь дело с предпринимательством и хочу, чтобы вот эти вот футболочки были уникальные. Кстати, True Story всю эту штуку сделал я сам от начала до конца. Сейчас даже пруф будет. Собственно, вот, нарисовано вот этими вот кривыми руками и может оказаться на вашем теле. Я точно буду разыгрывать футболки среди патреонщиков, но может и среди всех остальных тоже в ближайшее время разыграю. Тоже пишите в комментах, если этого хотите. Че уж там, давайте, давайте все уже, блять, напишем в комментах. Как у вас вот дела? А у мамы вашей? Ну, что, жалко написать? И когда заслушаете то, что я здесь посоветовал, обязательно тоже отпишите в комментах, как вам. Мне очень интересно всегда читать, как люди реагируют на то, что я советую. Вот, а еще вы знаете, где кнопка подписки. А это другие видосы, на которые, если нажимать, то будет так классно, так офигенно. Лучше этого может быть только репостить мои ролики. Вот две в жизни вещи хорошие. Клацать на мои другие ролики и мои ролики репостить. ХЫ!